здравствуйте сегодня у нас на обзоре вот такой забавный проигрыватель ну не тоже забавный но ты редкий я бы сказал экземпляр который попадается на различных аукционах это кем вот kd 52 fb информации по этому проигрывателю в интернете достаточно мало но сервисной инструкции на винил энджин нету к нему но на ebay есть оригиналы сервисных конструктор стоит они дорого покупать я не вижу смысла попал ко мне этот проигрыватель я не помню когда там очень давно в общем-то это и не суть предполагаю что я наверно с ним чуть там позанимался чуть почистил выпускался он по данным сайта хай фай вики бире восемь четвертом восемь шестом годах причем он входил в состав такой вполне солидный стойкий тел вот полноразмерный как видите по этому проигрывателю в этом проигрывателе он как бы абсолютно с одной стороны как бы из стойки вычитается как бюджетная с другой стороны это вполне хороший со всеми опциями замечательный проигрыватель а именно в нем прямой привод кварц с кварцевой стабилизации он полный автомат значит два размера пластинок поддерживает в общем ничего такого плохого я про него не сказать не могу но естественно значит у него уже как у многих современных проигрывателей легкий композитный тонарм значит здесь установлена головка как я понимаю аудиотехника но она идет под маркой значит кингу 3 и соответствующая игла здесь установлены 52f все это в рабочем состоянии ко мне попала но и сейчас мы посмотрим как он работает так какие у нас тут кнопочки есть значит это переключение скорости воспроизведения 4533 здесь размер 17 маленькая 30 сантиметров это включение выключение повтора проигрывания подъем опускания тонарма и кнопка включения выключения воспроизведения пластинки ну как я уже сказал значит это полный автомат с кварцевой стабилизацией кнопки питания как видите нету здесь потому что вот эти проигрыватели они включаются как только вы нажимаете какую-то из кнопок воспроизведения или сдвигаете тонарм но на часам простое мы сейчас посмотрим как он работает автоматическом режиме значит у нас с вами 33 оборота 30 сантиметров и воспроизведения выключена вот иначе включаем так вот значит поднял станарм сейчас он пойдет на начал пластинки опустился сейчас опустился начинается воспроизведение в любой момент а вот так кнопочкой поднять можно поднять перенести опустить вот опускается достаточно плавно я так думаю что я смазку там скорее всего менял вот как работает автостоп сейчас увидим с вами значит подведем на край отпустим немножко промахнулись давайте еще чуть-чуть туда его отведем вот так вот чтобы нам не ждать долгое время вот значит он пошел концу пластинки сейчас работает автостоп и он вернется вот вернется и отключится значит тут вот есть два такие индикаторы индикатор питания он зажигается когда проигрыватель переводится в работу вот и индикатора кварцевой стабилизации сжигается когда значит набирает необходимую скорость значит с когда стабилизируется скорость так ну повтор сейчас посмотрим так сказать ради интереса так значит мы включаем повтор включаем снова воспроизведение на начало количество повторов здесь бесконечное у меня была одна модель танца это можно было регулировать количество повторов но это скорее исключение чем правило так опять отводим на самый конец с вами значит чтобы у нас уже он не ждать долго вот сейчас он дойдет до конца сработает автоматика вот и теперь значит сработает автоматика повтора но и так вот если вы его не выключите он будет играть у вас от начала до конца не знаю чего еще мудрого можно брать проигрыватель сказать в принципе состояние хорошее модель такая вполне прикольная отличная модель конечно нету не красного дерева там не деревянных кабинетов там не мраморных платформ но я думаю что он отыгрывает свои так сказать отыгрывает совсем не хуже чем мраморной платформы и кабинета из красного дерева ну и в заключении мы как обычно послушаем фрагмент пластинки вот такую я последнее время доставил пластинку это танцевальный оркестр хуга страссера 68 69 год ну понятно когда погода вы уже видите что это грамм пластинка была пластинка была выпущена более 50 лет назад а значит все фонограммы с этой пластинки находятся в общественном достоянии на территории российской федерации на этом все спасибо большое до свидания и до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok